СОЮЗ ОНЛАЙН Без мороженого и походов в кино, но вряд ли это так уж существенно. Время поста можно прожить настолько содержательно, что оно окажется более интересным, чем обычные будни. Подсказок ждем от Анны Шишминцевой. Аня, добрый день. Добрый день, Дима. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Скажи, пожалуйста, где сейчас находишься, кто твой сегодняшний собеседник и каких советов нам ждать? Мы находимся в Духовно-просветительском центре Невский-177 и поговорим с его руководителем Сергеем Ивановичем Блынду о чтении в период Успенского поста. Сергей Иванович, добрый день. Добрый день. Я приветствую всех зрителей канала «Союз» и милости просим в Духовно-просветительский центр Невский-177. Понятно, что каждый выбирает книги себе по степени воцерковления, но есть ли какие-то наиболее популярные для всех читателей? Конечно, книги есть такие, которые носят, их содержание универсальное, подходит человеку, который только переступает порог храма, или же даже для достаточно такого уже опытного христианина. И в нашем центре, конечно же, книг таких очень много. И, в принципе, любая христианская книга, она для всех, потому что она всегда говорит о самом главном. Я вот в преддверии наступающего Успенского поста хотел бы предложить несколько вот таких новинок, просто замечательных, которые только появились в нашем центре, я думаю, что и в других книжных магазинах Русской Православной Церкви, которые разные по своему жанру, но при этом очень содержательные с точки зрения тех смыслов, которые доносят до читателя и их авторы. Ну, я вот представлю, с вашего позволения, да, несколько таких книг. Ну, во-первых, на мой взгляд, одна из самых сильных книг этого лета – это книга епископа Пантелеима Нашатова «Больничный священник». Очень сильная книжка, которая показывает повседневную жизнь священников, которые несут свое служение в больницах и которые общаются с людьми, ну, в самый значимый период их жизни. Тогда, когда либо это какие-то скорби, болезни, либо это уже накануне перехода в вечность. Это такая вот мудрая, очень человеколюбивая и такая умная книга хорошая, да, очень ее рекомендую. Замечательная книга издательства «Никея». Также вот-вот только что вышла Московская Духовная Академия, издала замечательную книгу, это же другой уже жанр, жанр церковной биографии. «Пою Богу моему донди же есмь» – книга, это биография замечательного деятеля церковного архимандрита Матвея Мармеля, который совершил, на мой взгляд, огромный просто подвиг такой церковной культуры. Он восстановил и создал фактически с нуля певческую церковную культуру, которая сегодня, на сегодняшний день пользуется практически во всех храмах русской церкви. Ну и последняя книга, которая замечательная, которая тоже может стать очень таким серьезным собеседником для вдумчивого читателя в дни Успенского поста. Это книга, изданная, правда, светским издательством «Реполклассик», но, тем не менее, на мой взгляд, она очень сильная. Это «Тайная вечеря. Страшная правда о том, как живут 7,5 миллионов христиан на Ближнем Востоке». Клауса Вефеля, автора. Это такая вот документальная повесть, роман такой, который показывает повседневную жизнь христиан, живущих в состоянии такого социального экстрима. То есть они буквально выживают. И нам, живущим в действительно мирных условиях, будет, мне кажется, весьма полезно просто соприкоснуться вот с этой правдой нашей жизни буквально не так далеко от нас. Спасибо большое, Сергей Иванович. Я напомню, что мы находились в духовно-просветительском центре «Невский-177» и надеюсь, что все рекомендации будут вам полезны, Дима. Спасибо, Аня. Дорогие друзья, еще раз напомню, что Успенский пост начнется в среду, 14 августа, и продлится он ровно две недели. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз». Союз.